Бонжорно, мои уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Лёха, ну или Ауди Сейвгейм. Так, мы прошли с вами второй эпизод, приступаем к третьему. Окей, или победим. Доломиты, Северная Италия. Осень 18-го года Италия и Австро-Венгрия взаимно блокируют друг друга в Альпах. Среди покрытых снегом гор ни одной стране не удается потеснить противника. Регулярные войска окопались и укрепили позиции. Тем временем элитный горный полк готовит нестандартную атаку. Чё-то там, девиз. Ордити. Лавитория. Ладно, не буду. Ай, я не успел прочитать перевод. Ну ладно. Предположим, что вы прочитали. Можете потом мне написать в комментариях. Что, дочурка? Я тут. Ну занят, мужик, не видишь? Ух ты, невероятно. Да, время было невероятное. Хорошо ты смотрелся в форме. Это не я, это Матео. А, да, конечно. Прости, пап. Не торопись тогда. Нет, нет, всё хорошо, Баллами. Пора рассказать тебе, что с ним случилось. Это был наш последний бой вместе. Сразу после нашего 21-го дня рождения. Батальону моего брата было приказано захватить форт в глубине вражеской территории. Я не был с ним. Я был в особом отряде с особым заданием. Нашей задачей было прикрытие батальона Маттел. Мы гордились собой. Мы меняли для Италии ход войны. Вот это у них там всё серьёзно было. Вперёд, совой, я. Надо прогуглить, короче. Кого стрелять-то? Пока Матео пробивался вперёд, мне пришлось с боем идти вверх по горе и уничтожать всё, что угрожало его отряду. Даже слышать такое страшно. Не волнуйся, я был в полной броне. Кроме того, Ордитии были гордыми добровольцами. Ради Италии мы пошли бы на всё. Начало пути стояла церковь. В ней укрепились войска врага. Сперва я должен был пробиться через них. Ну, это мы прорвёмся тут, чё. Мне это напоминает миссию из колды, где мы расстреливали в... Господи, как это называется-то? В аэропорту. Где мы расстреливали в аэропорту людей. Которая миссия... Её пытались что-то запретить. Вернее, игру пытались запретить из-за этой миссии. Ну, там вообще ересь полная хоть. Так, это свои. Что? Вообще какая-то жесть. Не, требуется небольшая перезарядка, я думаю. Так. Ёперный тым... Насос! Ну, ёк, ты чё, сдохнешь, не? Так, давайте уже прорашим эту позицию. Так. В хф-проблем. Я думаю, надо рашить, короче. А то мы тут так будем долго достаточно. Хэн-де-хох! Поможет мне? Поможет, не? Так. Понятно всё. У нас проблемы. Огнемётного масштаба, я так скажу. Так, чё, кто-то ещё. Да, откуда? Огнемётчиков остались тонненько пехотинцы. Потом церковь стала бы нашей. Да тут швы лезть, да. Ах ты! Ах ты! Ну всё, захватили. Наконец-то, блин. Всё, там нет никого. Ох, чё-то немного... Эгэмор, но это было. Стрелявшая огнём. Я должен был проследить, чтобы он туда дошёл. Окей. Let's go. Вообще, мне нравится антураж горный. Прям вообще. Кайфую я от этого. Пойдёмте на склад. Так, тут и по мне так фигачит вообще-то. Вот, чё? Чё у нас тут? У нас тут... Так, нет. Нам это, я думаю, не нужно. Так, ну граната. Так, это не открывается. Да, ну ладно. Да, кто там? А, там этот. Всё, я понял. Я ещё думаю, чё это такое? Там у нас бронемашина стоит. Тун-ту-ту-ту-тун-ту-тун. Ну тут специально тропинки такие протоптаны, чтобы я такой вот так посмотрел, где уроды и так вот сделал. А потом нашёл вот этого чувака, который сидит внутри. А это вообще свои? Куда вы стреляете? А главное, в кого? Ёперный ты, гарасть. Наверное, надо было отойти, да? Ладно, окей. Ладно, они уже сами зашли, чё-то в спину как-то непонятно. Это орудие ставило под угрозу жизнь Матео и всё итальянское наступление. Я должен был его уничтожить. Вот, а теперь побырву его. Блин, вот этого надо прям минусовать сразу. Мы в броне, правильно? Значит, надо как можно быстрее вообще зайти в мёртвую зону. Я не уверен, что они так могут стрелять. Ну да, ладно. Вот, а во-вторых, ну и чё ты сделаешь? Во-вторых, мы в броне. Мы должны выдерживать как можно больший натиск врага. Что это? Штас! Так. Так вот, и что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. One second, please. Waiting. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Как в... 28 Панфиловцев, господи, это свой. свои я вроде иду один а потом когда я прибегаю к нужную контрольную точку они такие фигак и сразу у меня тут интересные свои так ничего дружище дождь и пахты болин болин так я понял я понял надо убегать наверно вы ее и так но пристрельная прицельная стрельба с него достаточно сложно так еще до мне вообще не нравится здешние места как-то меня вот обстреливают немножко а вон еще там сбоку я понял так надо как-то по ее и только что тут на смерть выстрелилась так окей окей ай-вейтинг огнеметчик да линда суш такой-то давайте я мы прорашем шаль за зараза зараза граната нужно так счет здесь ащика это жесть произошла ну ладно так болин болин вы хэпп проблем все все оба да я вообще не понял вы бежите а это что у меня нету патрона вот это очень печально вот первые ты магнитофон давайте я беру все же лучше конечно обеспечить безопасность моих людей можно было лишь взорвав орудия ok откуда блин они вообще убегают ok ладно так давайте посмотрим что у нас тут ага может что то полезное так нет у нас тут просто дина просто динамит ладно так вот у него патрончиков поболее вот какой то дневничок ящик нет дневник тут сейчас будет да боевой устав так окей окей давайте установим бомбу бомбу или кого вот что я должен сделать ну и или все таки я должен взять вот это вот ну ладно если тут так все я не пойму ну какого черта то я не могу это взять зараза елки палки вы чё серьезно что так ладно дайте я может выбегу пробегу опять так свои там да свои так хорошо ящик оп за ну я ну ёперный ты ну-ка а окей ладно давайте тогда так так а ну всё попёрло да нет видать не попёрло вот нет да епишкинский ты магнитарь вот ну давайте тогда это все правильно да пойдемте непонятная мне система о ну да вот теперь нормально этот взрыв был для меня одним из лучших зрелищ на войне но отдыхать было некогда на соседнем гребне я заметил зенитное орудие которое сбивало наши самолеты да ёпт палки она была моей новой целью слишком дофига у тебя цели дружище а тут ещё нигде патрончиков то нету а тут что то как то так это здесь а ну да это в итоге то что мы взорвали ладно ладно хорошо пойдемте-ка то у меня всего лишь 120 патронов как бы у меня вообще это не нравится у орудия стояли австро-венгерские войска чтобы завладеть им мне нужно было убить врагов ну ладно хорошо гасит так то так и перемахнуть ой я понял ладно так давайте оп 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 сделаем пока вот так так теперь будем ждать потихонечку по одному окей что это что это существо ну да ну да ну да 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 ну да вот эту возьмем об так ну чё ты его карась ну давай сушки вообще не берется оружие жесть какая-то вот уже лучше так пойдемте какое паспурное однако небо оба так я был не готов конечно да ёлки палки да кто тут окей последнего солдата но потом услышал сейчас будет сбивать что ну давайте против меня была вся эскадрилья бомбардировщиков я должен был сбить их всех у нас не было подкрепления если бы те бойцы погибли наше наступление захлебнулась бы полностью и я потерял бы мотел так хорошо окей я ничего не вижу ну да ладно когда упала несколько самолетов остальные начали бить по мне но я должен был защитить мотел должен был выстоять должен был должен был пытая один отщепенец пытается воевать с огромной эскадрильи чудо ребята ну ёлки палки ну хорош так все меня убили окей давайте еще раз попробуем конечно против меня была вся эскадрилья бомбардировщиков я должен был сбить их всех у нас не было подкрепления если бы те бойцы погибли наше наступление захлебнулась бы полностью и я потерял бы мотел мы так в итоге все равно потерял когда упало несколько самолетов остальные начали бить по мне но я должен был защитить мотел я должен был выстоять да я перегрелся вот это печально что-то страшно как-то так ладно окей небольшая логота в 10 фпс конечно конечно и я ничто не могло пробить но затем аэропланы улетели авиаудар что ли ну понятно лавину решили обрушить на одного человека ну ладно не ну хотя на позиции на орудия в принципе да логично можно было так сделать потому что потом разгребать достаточно сложно будет что но остался самолет час собрать помощь из говна и палок и полететь а когда я очнулся я подумал что умер и попал в ад они взорвали гору они похоронили нас они похоронили себя боже мой маттео я должен был его найти и я отправился в этот ад другого варианта не было фигасе сдвоенный этот мр по моему или че это там у него интересно конечно да так он мог быть где угодно окей давайте мы на этом закончим всем большое спасибо за просмотр ух ты смотрите капельки короче на этом на стволе прикольно да так всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем удачи и пока да и Субтитры сделал DimaTorzok